В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинироваться нужно. Это для здоровья. Профилактика. На советском проезде в Видно вновь заработала ярмарка. Мы из Тверской области, деревня Завидова. Приводим мясо, фермерские изделия различные. В муниципалитете полным ходом идет подготовка к экологической акции «Наш лес, посади свое дерево». Площадки у нас утверждены на основании заявлений граждан. То есть у нас в администрацию, в Тирадеву поступают заявки. В муниципалитете стартовала прививочная кампания против гриппа. Пройти вакцинацию можно не только в поликлинике, но и на рабочем месте. Руководство Московского коксогазового завода для удобства своих сотрудников пригласили выездную бригаду медработников на предприятие. Возможность получить вакцину от гриппа без отрыва от производственного процесса появилась у работников Московского коксогазового завода. На предприятии есть собственный медицинский центр, куда была приглашена выездная бригада врачей. Без отрыва от производства нам не надо срываться, ехать в медучреждения. Как, допустим, в крайний раз мы прививались, мы вынуждены были в медучреждения, записывались через госуслуги. Сейчас это удобно, безусловно, конечно. Мы благодарны такой возможности. Галина Жадобина работает на заводе более 20 лет и каждый год проходит иммунизацию от гриппа. И возраст у меня такой уже пенсионный. И считаю, что вакцинироваться нужно. Это для здоровья. Профилактика. Руководство завода впервые организовало прививочную кампанию прямо на предприятии. Ранее сотрудники проходили процедуру в медучреждениях. Оценила преимущества вакцинации на рабочем месте кладовщица Мария Пичугина. Получается, тратишь время, идешь, а здесь сразу на предприятие пришел, сделал вакцину и спокойно себе дальше работаешь. Вакцинировали сотрудников отечественными препаратами – Савигрип и Ультрекс-Квадри. Они отличаются тем, что Савигрип содержит яичный белок. Он может, конечно, аллергетикам не подойти, потому что есть аллергические реакции в виде крапивницы, анафилактический шок и так далее. И еще Савигрип содержит штамм А. Ультрекс-Квадри содержит штамм А и Б. Прежде чем, как вакцинироваться, конечно, нужно изучать анамнезы, то есть индивидуальные анамнезы человека. Если есть аллергическая реакция к яичному белку, то, конечно, уже Савигрип не вакцинировать. Значит, Ультрекс-Квадри. Вакцину от опасного сезонного заболевания получили около 30 сотрудников завода, добровольно изъявившие желание пройти процедуру. Медики советуют прививку лучше делать в начале осени, чтобы к сезонной эпидемии успел сформироваться иммунитет. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ. На ежегодном заседании антинаркотической комиссии рассмотрели вопросы данного направления, а также меры профилактики наркоманий среди молодежи и взрослого населения. Детали узнаем у Юлии Стаферовой. В администрации округа состоялось заседание антинаркотической комиссии. На ней рассмотрели важные вопросы о выполнении работы по проведению антинаркотического сентябрьского месячника. Обсудили способы снижения числа людей, подверженных зависимости от запрещенных препаратов, а также количество смертельных случаев и отравлений. Со своими докладами выступили представители официальных структур. Профилактическая работа в образовательных учреждениях строится в трех направлениях. Работа с обучающимися родителями, педагогами. Тематические недели, творческие конкурсы, беседы, тренинги, круглые столы, обучающие семинары, диспут, родительские собрания, интернет-уроки, викторины, спортивные соревнования. Управление по делам молодежи, культуре и спорту активно строит свою работу в направлении повышения психологической устойчивости молодежи к наркотическим веществам и создание благоприятных условий для самореализации подрастающего поколения. Статистика смертельных случаев по Оленинскому городскому округу за 2022 год увеличилась до 86%. В это число попались зависимые люди в возрасте от 22 до 41 года. Одна из причин летальных исходов – нежелание вовремя обращаться за помощью. В решении этой проблемы важно задействовать все возможные варианты помощи. Основными направлениями профилактической деятельности по сокращению количества случаев острых отравлений наркотиками является деятельность правоохранительных органов. Во-первых, мы запустили огромное количество роликов на кинотеатре «Искра». Это наша самая, наверное, большая площадка, экран огромный, где у нас по 6 роликов три раза в день крутятся. Значит, в газете уже с 1 сентября и баннеры опубликованы. Главная задача общей работы – снижение числа наркозависимых людей и приобщение населения к здоровому образу жизни. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в продолжение темы сейчас рубрика «Гость студии». К нам пришла Ольга Запольнова, заведующая диспансерным наркологическим отделением Центральной клинической психиатрической больницы имени Усольцева. Ольга Федоровна, добрый день. Добрый день. Насколько я знаю, для врачей вашей специальности с сентября особенный месяц. Почему? Да, ежегодно в сентябре проходит антинаркотический месячник на территории Московской области. И врачи-наркологи всегда активно участвуют в проведении этого месячника. Несмотря на то, что работа по профилактике, лечению наркологических заболеваний и наркомании проходит круглогодично, без перерывов. Но в этот месяц мы акцентируем внимание населения, родственников, пациентов с тем, чтобы они обращались в наркологические учреждения по каким-либо вопросам, консультировались, возможно, обращались за лечением. И для анонимных консультаций в эти дни работает горячая линия. И мы с удовольствием и стараемся максимально подробно отвечаем на вопросы, касающиеся нашей работы. Телефонная линия будет работать 14 сентября с 11 до 14 часов, когда весь акцент, главный акцент работы наркологов будет направлен на именно работу со звонками, с телефонными обращениями. Давайте назовем этот телефон. Телефон горячей линии 8495-541-0889. И все-таки кто может позвонить? Позвонить может любой человек, взрослый, подросток. Часто звонят родственники пациентов, спрашивают, куда можно обратиться за лечением, какие методы лечения мы используем, какие перспективы после окончания курса лечения у наших пациентов. И вообще, что делать семье, когда случилось такое несчастье и есть больной наркоманией. Все звонки анонимные, без имена и фамилии. Конечно, конечно. Мы никогда не спрашиваем никакие паспортные данные звонящих. Но стараемся максимально ответить на поставленный вопрос. Насколько эффективны такие профилактические мероприятия уже? Давно проводятся? Есть возможность? Да, по опыту предыдущих лет хочу сказать, что после проведения таких мероприятий к нам в разы увеличивается посещаемость, обращаемость. Потому что информация все-таки доводится доступным образом. И пациенты идут к нам именно лечиться уже. Не только консультироваться, но уже и лечиться после проведения таких профилактических мероприятий. Вообще, как дела у нас в муниципалитете обстоят с этой проблемой? Много ли людей состоит на учете? И находимся мы тоже рядом с Москвой. Да, наркомания – это тяжелое хроническое рецидивирующее заболевание. Она затрагивает абсолютно все слои общества. К сожалению, в последнее время тенденции к улучшению наркологической ситуации в плане заболеваемости наркоманией в Ленинском городском округе нет. За последние три года мы отмечаем рост числа наркологических заболеваний более 6%. Уже в 2023 году под наблюдением находятся 170 больных наркоманией. Это пациенты уже с формированным синдромом зависимости. То есть это, по меньшей мере, вторая степень наркомании. И ежегодно обращаемость, причем самостоятельная обращаемость пациентов за помощью в наркологические учреждения и к нам в том числе, она растет. В этом году мы взяли под наблюдение 22 пациента с наркоманией. При этом хочу отметить, что чаще всего это как раз самостоятельное обращение за лечением. Но бывают случаи выявления наркологических заболеваний при профилактических осмотрах. Когда мы отбираем пробу мочи, обнаруживаем наркотические вещества в биологической пробе, проводим работу и наблюдаем уже диспансерно таких выявленных пациентов. Насколько вообще эффективно лечение? Можно ли полностью излечиться от наркомании? Мы, наркологи, никогда не говорим о полном излечении от наркомании. Мы стараемся достичь максимально длительной ремиссии. И случаи, когда человек не употребляет наркотические вещества 10, 15, 20 лет. Такие есть и в нашей практике. Зачастую мы поддерживаем контакты с такими пациентами. Они делятся своим опытом. Как они преодолели психологическую зависимость уже после того, как не ощущают физической зависимости. Есть положительные эффекты нашей работы. Есть пациенты, которые хотят лечиться, хотят избавиться от этой пагубной привычки и зависимости. Напрасно бытует убеждение среди родственников, среди населения о том, что больного наркоманией можно лечить только насильно. Очень часто обращаются самостоятельно, иногда даже в тайне от семьи обращаются за лечением. И мы видим достаточно длительные ремиссии, очень хорошие результаты нашей работы. Здесь, конечно, проводится и медикаментозная терапия, и психологическая коррекция, и необходимая работа с психотерапевтом. Комплексный подход дает нам положительный результат в лечении. В завершение нашей беседы давайте еще раз напомним телефон «Горящей линии». Вы можете позвонить по телефону 8-495-541-08-89. Звонков ждут с 11 до 14 часов. Мы звонков ждем завтра, особенно мы их ждем с 11 до 14 часов. Вообще, это телефон наркологического диспансерного отделения. Можно позвонить в любое время, в любой день с 8 до 18 часов, и вам ответят сотрудники наркологической службы. Ольга Федоровна, спасибо, что пришли. Спасибо за ваш нелегкий труд. Спасибо. Напомню, что у нас в гостях была Ольга Запольнова, заведующая диспансерным наркологическим отделением Центральной клинической психиатрической больницы имени Усольцева. В Московской области участковыми и полномоченными полиции совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому городскому округу в ходе оперативно-профилактического мероприятия выявлен очаг произрастания дикорастущего каннабиса. Участок с наркосодержащими растениями площадью около одного гектара располагался в поле неподалеку от одного из населенных пунктов. Согласно заключению эксперта, изъятые образцы являются коноплей. Путем скашивания и сжигания полицейские ликвидировали на месте дурман-траву. Количество уничтоженных растений превысило 150 кустов, а общий вес составил около 25 килограммов. И снова на советском проезде ярмарка местные жители не проходят мимо, не заглянув, и часто уходят с покупками. Кто сумочку новую приобретет, кто одежду или обувь на осень. Ну и, конечно, ряд, где торгуют продуктами, обойти невозможно. Наш корреспондент Татьяна Бролова и наряды новые примерила, и телекатесы попробовала. То, насколько хорошо будет идти торговля на ярмарке, зависит от многих факторов. Один из них – погода. Сегодня она замечательная. Народу много. Одни торгуют, другие покупают. У всех хорошее настроение. В приоритете – теплая одежда и обувь, холода, подбираются. Надежда Роднова планировала купить теплую куртку, и именно здесь нашла то, что надо. Хороший продавец, мне понравился. А вот важно, какой продавец? Конечно. Держите ваш пакет суммы. Спасибо большое. В общем, вы уходите отсюда довольны. Светлана Нарышкина – продавец опытный, знает, что в тренде именно в этот сезон. Выбираю самые красивые, качественные модели. Чтобы таких моделей ни у кого не было. Вот эти куртки только у меня, больше ни у кого их нет. А чье производство? Китай, фабричный, хороший Китай, хорошие бренды. У Елены Мансуровой свой подход. Она нацелена на покупательниц старшего возраста. Стараемся продавать от души, потому что это все-таки вещи. А вещи, они несут определенную энергию. Чтобы люди чувствовали нашу добрую душу, нашу энергию, носили с удовольствием и были счастливы. Поддавшись всеобщему примерочному настроению, я тоже решила прикинуть несколько вещей. По-моему, неплохо. Ну как, Кирилл? Офигеть. Но работа пока на первом месте, поэтому мы отправились изучать ярмарку дальше. Когда идешь по советскому проезду, то не видно, что торговые ряды располагаются еще и здесь, внизу. Хотя ярмарка начинается именно в этом месте. Организация – важный момент. Чистота и порядок, места для размещения информации и даже палатка для детей. Здесь можно скоротать время, пока родители увлечены покупками. А увлечься есть чем. Запахи непередаваемые. Мы из Тверской области, деревня Завидова. Приводим мясо, фермерские изделия различные. И даже даете попробовать? Конечно, да. Дайте попробовать. Да, без проблем. Давайте я вам наряжу, скажем, гуся. Гусь – это наш бестселлер. Уходит лучше всего. Вся наша продукция очень натуральная, очень вкусная. А самое главное – полезная. Угощайтесь. Спасибо. А вот еще я у вас увидела необычный такой сыр. Кто же его раскрасил? Это реколор, голландский сыр по итальянскому рецепту пармиджано-риджано. Он идет с добавлением чили, паприки и халапеньо. Ну и, конечно, на ярмарке традиционно рыба в большом ассортименте, мед, овощи и фрукты. Яблоки, к примеру, из Тамбовской губернии. Я определяю яблоко по запаху. Они все пахнут? Конечно, понюхайте, все пахнут. Вот маленько пахнет наша. И это медовый хруст, антоновка. Все наши домашние вкусные яблоки. Мы каждый год много продаем. Пользуясь теплыми деньками, поспешите на ярмарку. Не пожалеете. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в Московской области пройдет масштабное мероприятие по высадке зеленых насаждений, получившее название «Наш лес, посади свое дерево». В Ленинском округе руководство муниципалитета и местные жители уже вовсю ведут подготовку к этому событию. Добрая осенняя традиция уже седьмой год существует в Подмосковье. И нынешнюю осенью сотни жителей Ленинского округа выйдут во дворы и к общественным учреждениям, чтобы внести свою лепту в экологическое благополучие муниципалитета. Площадки у нас утверждены на основании заявлений граждан. То есть у нас в администрацию, в Тирадеву поступают заявки. Они все сортируются. И выбираются уже центральные. Во-первых, это центральная площадка и все остальные уже, которые будут высаживаться в единый день. Всего планируется посадить порядка 700 деревьев. Как показывает многолетняя практика, жители округа с удовольствием принимают участие в экологической акции. Для акции в Ленинском городском округе подобрано 14 участков. В поселках Дрожжино и Новодрожжино, Петровское и Развилка, селе Молоково и городе Видное. Центральная площадка, где будет дан старт акции в Ленинском округе, будет расположена вблизи 5-й видновской школы. Посадочный материал, инвентарь, перчатки, ведра, лопаты уже ждут своего часа. Если у участника акции есть огромное желание улучшить экологию родного края и планеты в целом, но нет опыта, помогут специалисты. Что где сажать, также определяется с учетом мнения жителей. Мы принимаем заявки тех саженцев, которые жители хотят посадить, а мы, в свою очередь, уже их разбиваем по территории. То есть мы сажаем, допустим, в это определили, что будет у нас кустарник, здесь будут деревья и совокупируем потом это все. Акция продлится с 16 по 30 сентября. Адреса, где можно будет принять в ней участие 16 сентября, вы можете увидеть на экране. Выбирайте ближайшие и обязательно приходите на акцию «Наш лес, посади свое дерево». Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.